Еще одна отличительная особенность — NPC. Он у нас называется партнером. Кажется, это господин Ямамото предложил идею напарника, который будет помогать игроку исследовать подземелья. По нашему мнению, такую систему сложно реализовать. Однако партнер позволит предложить игрокам совершенно новый опыт. По крайней мере, я так думаю. Если более подробно говорить про игровых напарников, то мы пытались добиться того, чтобы у пользователя сложилось ощущение, что партнер его понимает, действует, зная, что игрок находится рядом. Для нас это было очень важно. Мы хотели сделать напарника полезным для игрока, чтобы он не путался под ногами, помогал в трудных ситуациях и был важным инструментом в арсенале. Основная проблема, которую нужно было решить, заключалась в том, что своими действиями партнер должен помогать пользователю. Что компьютер может позаботиться о себе сам, без необходимости приглядывать за ним, и умеет сражаться самостоятельно. Простыми словами, напарник будет помогать, когда... скажем, когда игрок ставит блок, то и партнер тоже уходит в защиту. Встает между пользователем и стреляющим врагом, чтобы отбивать летящие снаряды. Или ждет дальнейших действий от пользователя. Думаю, боевая система очень строго оценивает навыки игрока. Она требует высокого уровня умений. С напарником, который следует за вами во время приключений, нужно готовиться куда тщательнее, чем если бы вы проходили игру в одиночку. Большинство геймеров негативно относятся к NPC. И недовольство усиливается, если компьютерный напарник делает или говорит что-то странное. Однако, когда пользователь вообще никак не отзывается о NPC, то в этом случае можно считать, что они проработаны хорошо. Впрочем, это не меняет отношение пользователей к ним. Поэтому сделать неигрового персонажа ключевым аспектам проекта достаточно сложно. Например, определить, когда враги должны атаковать игрока или партнера. Или же, насколько сильным нужно делать напарника, и насколько он должен помогать пользователю. Мы сосредоточились на создании системы, которая позволяет игрокам думать, будто они добились всего сами. Конечно же, если сделать NPC слишком мощным, то игра станет намного легче, что поможет сократить количество сложных ситуаций, в которые может попасть игрок. С другой стороны, нужно было быть уверенным, что у пользователя не сложилось ощущение, будто все враги умерли, пока он сидел в обороне. БАНДАЙНАМКО